Всем привет! Давно мне не выходило видео про изготовление ножей. Немного решил заполнить этот пробел. Занимаюсь вот таким вот ножичком. Собирался его еще делать в начале лета, но как-то не было времени. Вот теперь выбрал. Посадил лезвие на эпоксидку. Это кованый палец от трака танка. Сделал вот такой вот больстер, проставочки кожаные и в середине тоже латунька. То есть саму черновую работу я не буду показывать, не стал снимать. А сегодня я буду делать ручку. То есть вот такая вот заготовочка. И в конце видео вы увидите уже конечный результат. Обрабатывать я буду вот на вот этом гриндере по 650 гриндере. То есть сперва сейчас сниму основную часть, основную массу привисимую, а дальше уже буду придавать в форму. И сразу же буду вот от начала больстера вот отсюда ввести вот сюда вот к краю, потому что ручка будет вот так вот примерно улыбнута. Ну вот такая вот черновая обработка получилась. Теперь надо сделать вот здесь вот бочонок, на хвостовике грибок и уже обрабатывать на чистовую. Так уже ручка приобретает более-менее понятную форму. Работаю дальше. Вот на этом вот этапе хочу вклеить сразу же вот сюда вот трубочку латунную. Просверлил отверстие диаметр трубочки. Туда она туда входит. Теперь все это дело сейчас обезжирим, смажем клеем и оставлю на полчасика пока застынет. Почему это делаю сейчас? Потому что дальше будет ручка уже обрабатываться на чистовую. И лучше чтобы вот это вот отверстие сразу же было обработано вместе с ручкой, а не потом доводилось. Все вот в таком положении оставляю и через полчаса продолжим. Прошлое получится. Клей высадь можно продолжать работать дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот уже что вырисовывается. Черновая обработка на гриндере закончена. Теперь можно переходить к тискам и уже доводить ручку на чистовую. Зато потом, когда что-то делаем, будет выглядеть шикарно. Вот уже какой результат получился после обработки наждачка в тисочках. Ну и ручку. Нулевочкой уже вручную пройду. Вот ножичек уже получается. Бумажный скотч не вмотал рукоять. Теперь можно переходить к полировке больстера. Немного убрать вот этот вот клей, эпоксидку. Чуть-чуть полирну лезвие. Вот это вот небольшие раковинки. Это отковки. Чуть перестарались. Вот получились такие вот раковины. Я их убирать не стал. Думаю, так даже будет брутальнее смотреться. Немного решил еще ручку подполировать. Ну вот, собственно, и готовый результат. Лезвие вдруг меня попросил не трогать. Я так понимаю, он его хочет заворонить. Оно будет черным. Такая вот ручка получилась. Больстеры вставочки латунные. Здесь вот тоже вкулочка латунная. Вот готовое изделие. Продолжение следует... Продолжение следует...